Продолжение следует... ...которые пользователи талоном, а в дальнейшем пользователи карты Рижанина смогли использовать помимо общественного транспорта, обычного общественного транспорта, то есть трамвай, троллейбус, автобус, также и пригородные поезда электрички. Система работала, но она работает до сих пор. Работала на основании трехстороннего договора, который был заключен между Рижским самоуправлением, Рижской думой, автотранспортной дирекцией и пассажиром Вилценз. И изначально была установлена фиксированная сумма в месяц, которую платит Рижская дума за перевозку пассажиров фактически со скидками в границах города. Это соглашение действовало до 1 июля, потом оно было продлено до 31 августа, ну и, соответственно, проходили переговоры. Пассажиры Вилценз констатировало, да, что у них есть, скажем, перерасход сумм, вернее, большее количество пассажиров, чем фактически Рига оплачивает. То есть Рига, да, это признает. И обсуждение сводилось фактически к тому, как будет запущен механизм компенсации. К сожалению, на мой взгляд, позиция города была абсолютно конструктивна. Ну, то есть, да, мы признавали, что у пассажиров Вилценз есть определенные, скажем, не идет речь о убытках, идет речь не только о неополученной прибыли. Есть неполученная прибыль, есть какие-то дополнительные, может быть, расходы на кондукторов, есть неполученная, опять-таки, прибыль по одному из маршрутов, это по направлению Ветски, где там стоимость пришлось для этой услуги немножко снизить. Да, все это мы готовы были компенсировать, но все опиралось в то, что пассажиров Вилценз готовы были, хотел подписывать все документы, фиксировать суммы незамедлительно. При этом мы, как бюджетная организация, в общем-то и пассажиров Вилценз тоже бюджетная организация, готовы были это делать. Но, соответственно, когда Рижская дума примет поправки бюджета, а поправки бюджета у нас предусмотрены в начале ноября. То есть мы готовы были сейчас оговаривать те суммы, которые мы компенсируем, но, соответственно, проводить нормальную юридическую процедуру. Причем пассажиров Вилценз такую же процедуру проходят, насколько я знаю, с Министерством сообщения каждый год. То есть Министерство сообщения в конце года по факту фактически выделяет дополнительные дотации. Здесь, ну, несложно комментировать позицию пассажиров Вилценз, которая в односторонней парадке просто сообщила всем, что они этот договор приостановлены. Но существует ли возможность, что в следующем году эталон все-таки будет действовать в электропоездах? Мы будем к этому стремиться всеми силами, потому что здесь мы не говорим, скажем, об интересах конкретных лиц в Рижской думе или конкретных лиц пассажиров Вилценз. Эта услуга и по отчетам пассажиров Вилценз, по тому, как все время возрастал, пик был летом, естественно, была теплая погода, все ездили на взморе, возрастал пассажиропоток. Эта услуга, она востребуема, она интересна людям, и поэтому, да, она должна быть. Мы предложили, то есть, опять-таки, ситуация, с нас даже не просили какую-то определенную сумму. Нам сказали, вот есть определенная константа, а если будет выше, вы доплатите. Да, ну, бюджетная организация не может так работать просто. От эталонов к велосипедистам, что вы можете сказать о велодорожках в центре столицы? Ведь страсти не утихают среди автомобилей. Страсти не утихают, но здесь ситуация какая? Это первый начальный этап. Столь масштабное ведение велодорожек, причем в таком компактном городе, как Рига, оно происходит впервые. Да, возможно, на каких-то участках моделирование, которое велось до того, да, но оно не может дать просто всю полноту картины. Да, вот здесь вот будет хорошо, здесь может быть там 5% не так, да, но показывает только реально время. То, что проект будет развиваться, да, он будет развиваться, потому что мы не можем возрастающее количество велосипедистов просто игнорировать. Они не могут в таком количестве передвигаться по тротуару, это однозначно. Соответственно, ну, где-то им ездить нужно будет. Весь вопрос, как этот поток упорядочить, с учетом того, что, да, границы улиц мы не раздвинем, это сейчас самая серьезная работа. То есть, один из вариантов каким-то образом оптимизировать светофорные планы, то есть, чтобы дополнительный поток велосипедистов, по крайней мере, не создавал пробки в этой ситуации. Да, но опять-таки говорю, что работа идет, фактически работа идет каждый день. Ну, как вы считаете, предназначен ли наш город для велосипедистов, для велодорожек? Как вы сказали, компактный город. Ну, что делать с этими велосипедистами? Понятно, что они должны быть, понятно, что люди ездят на работу, многие на велосипеде, но автомобилисты стоят в пробках и негодуют. Ну, я не готов ставить вопрос о том, что предусмотрен ли город, город предусмотрен для проживания. То есть, он предусмотрен для проживания и велосипедистов, и автолюбителей, да, и тех, в общем-то, кто пользуется общественным транспортом, таких большинство. Поэтому компромисс в этой ситуации нужен, он необходим, и над тем, как добиться наилучшего компромисса, сейчас мы и работаем. Спасибо, Вадим, за ваше мнение. Это был Вадим Баранник, председатель комитета по транспорту Рижской думы.